Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон, и сегодня мы будем делать обзор на новую будущую версию Minecraft 1.9. Обладатели лицензии уже могут скачать этот снапшот, выбрав нужную вам версию, а те, кто не владеет лицензией, я сегодня вам покажу, что же изменится в новой версии Minecraft. И как вы видите, это уже прям слишком круто, потому что эта шапочка меня просто убивает. То есть, когда ты ходишь, он как будто еще разговаривает. Это башка дракона. Кто мог ожидать, что в новой версии будет башка дракона? И кто мог ожидать, что когда-то в Minecraft вы сможете сразу использовать две руки? Это очень и очень и очень круто. Давайте мы сразу же посмотрим, что же мы можем использовать. Смотрите. Мы можем, во-первых, просто-напросто ходить, бить, 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 бить всяких монстров и просто-напросто выживать. И быстренько на правую кнопочку перекусывать. Так, у меня включен нормальный режим. И это, ребята, очень круто, потому что это мне очень нравится. Я уже, если честно, с нетерпением жду новую версию, потому что мне хочется поиграть. Даже, может, какой-то сезон устроить, я не знаю, ванильного Майнкрафта. Мне это действительно очень сильно нравится. Давайте мы еще попробуем взять... А, ну, можем... Да, мы можем лук взять. Это вообще офигенно. Только я, если честно, еще пока что не разобрался, как это все использовать, потому что это немного странно. Но все же, ребята. Первое, что я рассмотрел, это то, что у нас будут две руки. Это очень круто, да? Я включу еще раз гейммод. Смотрите, я включаю гейммод. И, допустим, мы берем вот это, да? Мы берем блоки, точнее, булыжник. И мы можем ходить, бить, например, шахты. Это очень полезно, потому что, например, тут... Тут моб убили, 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 убили. Что-то нужно куда-то забраться. И мы просто-напросто можем поставить этот блок, ну, под себя. Вот, мы можем поставить его под себя. И просто-напросто на него залезть. Или, например, скушать супчик в одной руке. В другой руке просто поставить блок. И спрятаться от всех монстров, да? Это очень-очень круто. Давайте мы это выкинем. И сразу же со второго я хочу начать. А второе это... Давайте мы монстров рассмотрим. Это новые монстры. Это новые монстры. Вот такой и вот такой. Со стороны кажется, это обычный какой-то новый блок. Но нет, ребята. Это... Опа, опа. Нас... Нас уже там кто-то запалил. Это самонаводящиеся нахрен ракеты. Вот смотри. Ух, ух, ракета. Ракета полетела. И вот, настукнули. И смотрите, какой эффект нам включился. Нам включился эффект полета. Мы можем просто-напросто летать. Это очень круто. Вот смотрите. Это действительно как будто самонаводящиеся ракеты. Смотрите, они просто-напросто летят за нами. Летят и летят и летят и летят. Ну, в принципе, давайте мы вот это выключим. А то мы так сможем летать. Афиг его знает сколько. Моб этот называется... Шалкер. Очень прикольный мод. Вот, давайте посмотрим, со скольких ударов мы его сможем убить. Где-то... Ой. Один, два... Он еще убегает. Три, четыре... Пять, шесть, семь, восемь... Ну, короче, около десяти ударов. Это, в принципе, не так уж и много. Ладно, приступаем к следующему. Давайте выкинем монстров. Вот, это мы уже рассмотрели. А следующее, это у нас идет новая еда. Да, ребята, все-таки новая еда будет в новой версии Майнкрафта. Давайте мы, в принципе, сразу же рассмотрим, что это такое. Битрод суп. Это, по-русски, можно сказать, это свекла. Да, ребята. Вот как она выглядит. И давайте мы, в принципе, сейчас же ее посадим и посмотрим, что же это такое. Вот, ребята, я ее начал садить. Давайте мы, давайте мы тут сделаем вот так. Опа. Замечательно. И вскопаем. Вот так. Все. Это можно уже выкидывать, чтобы просто-напросто не засорять инвентарь. Мы садим. Вот, ребята. Это обычный, обычный способ посадки. Так, тут у меня, тут у меня уже натоптали. Где? Вот, замечательно. Нашли. Выкидываем дальше. Обычный способ посадочки. Вот садим. И вот как она вырастает. Вот. Прикольный, прикольный вид такой. Я не знаю, светло-красный, что ли. Барда. Фиг его знает, честно. Ну, что-то в этом роде. Вот. И получается вот такая свекла. А если честно не знаю, сколько она восстанавливает здоровье. В принципе, нужно посмотреть. И сколько восстанавливает. Ну. И плюс тому, с этой свеклой можно потом будет сделать супчик. Это тоже очень круто. И в игре уже будет не только грибной супчик, а уже будет новый, такой красненький, в принципе, приятный на вид супчик. Это тоже будет очень круто. Так. Сколько она восстанавливает сама по себе? Ух, нифига себе. Сама по себе она восстанавливает только половину. Половину самого пунктика. Это, если честно, очень мало. Но суп будет, в принципе, много восстанавливать. Наверное, так же, как и грибной суп. Может меньше чуть-чуть, может больше. Я пока что не смотрю. Так. Это можно все убрать. Замечательно. Давайте сразу же посмотрим дальше. Что у нас еще добавилось. Добавились новые блоки. Это более так идет, смахивает на блоки с мира дракона. То есть, энд мир. В принципе, нормально. Если честно, вот таких блоков очень сильно не хватало. Потому что многие, кто любят строить дома и всякое такое, уже, наверное, давно хотят какие-то новые блоки, чтобы просто-напросто внести разнообразие в свои постройки. И давайте посмотрим. Вот такие миленькие. Очень, если честно, очень и очень приятные на цвет. Мне они очень сильно нравятся. Давайте вот так. Давайте такую небольшую стеночку построим. Ага. То есть, они еще могут... Вот. Очень. Если честно, мне очень нравится. Но вот представьте, что дома у вас будет такая вот стена. Смотрите. Вот. Вот. В каком-то доме... Может, не весь дом будет с таких... С такого камня. Да? С такого цвета. Но чуть-чуть. Может, какая-то отдельная стенка. И, если честно, очень даже нравится. Тут у нас вот. Тут у нас лестница. И тут у нас полублоки. Вот так это все выглядит. Также смотрите, какие новые. Так, давайте мы это поставим где-то вот так, вот так, вот так, вот так. Новые какие-то блоки, которые, можно сказать, украшают. Вот смотрите. Опа. 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 Этого, если честно, очень не хватало. То есть, вот такие небольшие, маленькие блоки. Как будто, знаете, забор. То есть, можно сделать... С этими блоками намного легче будет делать какие-то балкончики. Вот, например, да? Вот как сейчас. Смотрите. Вот. Вот так. Вот так. И какой-то балкончик, например, да? Вот тут у нас будет балкончик. И не нужно под это будет ставить, как мы обычно привыкли ставить, вот, например, вот, забор, да? Вот, ставили забор, и как будто он так поддерживает наш балкон. Это намного тоньше и намного приятнее на вид. И еще, как видите, как видите, оно будто светится. Это действительно очень круто. И также смотрите, что тут дальше есть. Так, это давайте сюда поставим. Это вот так давайте поставим. Новые тоже какие-то украшающие блоки. Давайте вот сюда. Вот. Один, два, три. Это тоже как будто забор, но только забор сэнд мира, можно и так сказать. Он очень такой тоже красивый. Вот смотрите. Опа. Так, это тут нельзя ставить. Ага, ну, наверное, вот, смотрите. Как будто, знаете, фонарь какой-то. Прикольно, если честно, выглядит. Но это flower. Это plant. Ну, нормально. Это, если честно, очень подойдет для украшения домов. И это мне очень нравится, потому что очень полезно будет для всяких там архитекторов, да? Что мы будем дальше рассматривать? Я не знаю, вот я нашел такой небольшой итем. Это пишет Chorus Fruit. То есть, ну, фрукт какой-то, но какой у него эффект? Смотрите, ребята, мы его кушаем. Пум. И нас тп хает вперед, куда мы смотрим. Это как эндер пёрл, но это фрукт. Может, он еще даже восстанавливает здоровье. Голод, я, если честно, не смотрел, но все же. Вы покушали, пум, тп хнулись, наверное, дальше, чем с эндер пёрлом. Это, если честно, очень круто. Дальше, что мы смотрим? Добавили новые стрелы. Очень-очень-очень много новых стрел. С различными эффектами. Вот смотрите. Хух. Есть стрела с Найт Виженом. Есть стрела с невидимостью. Есть разы, вот, есть стрелы с... Ну, короче, против огня у вас больше будет шанса выжить. Есть стрелы с замедлением. Другие, короче. Они смешали, как будто стрелы с зеленью. Только в какой-то степени я не понимаю, зачем делать стрелы с зеленью. То есть, ну, например, идёт на тебя моб какой-то, да? Например, там зомби идёт на тебя в шахте. Ты же не будешь брать и стрелять в зомби стрелой с ночным видением. То есть, тебе его нужно убить, а не подарить ему какой-то новый эффект. Я не знаю. Или они думают, что, наверное, мы будем делать вот так. Вот, смотрите. Time set night. Night, вот. Наверное, они думают, что мы будем делать вот так. Ух, нам нужно Найт Вижен. Я такой ленивый. Или я такой дурной, глупый, что я не могу взять зелье и выпить ночное зрение, да? А что бы мне делать? Я, наверное, возьму лук, как какой-то придурок. Возьму стрелу и просто-напросто выстрелю ею в небо. Стрела вернётся, стукнет меня. И у меня появится ночное зрение. То есть, наверное, они так думают. Или думают, что, например, с тобой будет играть какой-то друг. О, друг, привет! Хочешь ночное зрение? Держи, паскуда. Всё, на тебе ночное зрение. То есть, я не знаю, зачем они это сделали. Если, например, вот. У нас тут есть другое. Где я выкинул? Вот они, да? Это замедление. То есть, смотрите. Замедление это может быть полезным. Например, топает на нас зомби, да? Топает быстро. А если мы берём и стреляем в него замедлением? Ну, может он, да. Может он немного, немного медленнее ходит. Но вот это я уже понимаю, да? То есть, это понятно, что это будет намного полезней. Но другое я, если честно, не имею понятия, зачем это всё сделано. То есть, фаер, защита, защита от огня и всё другое. Ну, видно, что, да, он замедлился. То есть, это действительно очень будет полезно делать вот такие стрелы. Если, например, ты идёшь в шахту, да? Например, бежит на тебя там куча монстров. Ты просто-напросто берёшь и стреляешь в монстров вот этой стрелой. И они намного медленнее начинают ходить. Я это понимаю. Ну, а ну давайте выстрелим этого же крипера стрелой с ночным зрением. То есть, что это ему даст? Вот. И всё. И у крипера появилось ночное зрение. То есть, нафига. Я это не понимаю, если честно. Но это может на такую, знаете, совместную игру с другом. Друг, 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 давай быстренько стрели в меня стрелой. Потому что мне очень срочно нужно ночное зрение. Да, конечно, друг, держи. Пум, хренакнул стрелой. Извини, друг, я тебя нечаянно убил. Давай ещё раз попробуем. Блядь, хренакнул стрелой. Ну всё, спасибо, у меня появилось ночное зрение. То есть, я не знаю, честно, ребята. Я не знаю, зачем это сделано. Но, может, я просто такой тупой, что я не догадался, для чего это. А, может, потом я догадаюсь. Но это сейчас, ребята, не понимают. И, в принципе, вс... Да кто? О, нифига себе. Мы всё рассмотрели. Всё, что нам осталось, это прыгнуть в эндер мир. 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 Сейчас посмотрим, что тут изменилось. Ох. Так. Давайте включаем гейммод. Включаем гейммод. В эндер мире, ребята, появились новые данжи. Новые данжи, которые нужно поискать. Это всё стандартно, да. То есть, обычный... А, хотел быстрее полетать, но нельзя. Обычный мир дракона. Да, вот видите, тут наверху уже такие защитные постройки. И ты не сможешь сдалека пульнуть в них луком, как это обычно было. Да, то есть, берёшь с большого расстояния, просто-напросто фигачишь туда, взрываешь это всё, взрываешь, 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 чтобы дракон не смог лечиться. И всё, и всё готово. Но, мне кажется, нам нужно убить дракона, да. У меня почему-то такое ощущение, что нам его нужно будет убить, чтобы я вам показал новые данжи. Давайте посмотрим. Оу, фига себе. А, тут же провалиться можно. Дракоша, ты где? Появись, пожалуйста. Мы тебя хотим увидеть. Но вряд ли он сейчас... Я не знаю. Нету его почему-то. Я не знаю, где он пропал. Может, нам побегать нужно. На них не смотрим лучше, да, в принципе. Даже если посмотрим, то просто-напросто включим гейммод, да и всё. Тут, короче, есть данжи, куда вы можете тп-хнуться уже после того, как убили дракона, да. Это какие-то новые данжи. То есть, это, можно сказать, ещё один отдельный мир в этом мире, да. То есть, ещё какой-то эндер мир, телепорт с этого эндер мира в другой эндер мир. Это, если честно, очень круто. Там есть новые данжи. Там есть данжи в виде каких-то там, я не знаю, летающих кораблей. И это, если честно, очень прикольно. Итак, ребята, вот я пересоздал мир и сейчас действительно заспавнился эндер дракон. Я не знаю, почему, честное слово, я не имею представления, почему. Вот, смотри, как прикольно он садится вот сюда, в новой версии. Вот, смотри, он прям садится из рта. А, пламя, хотел сказать, извергает, но не успел сказать, как я его уже завалил. Действительно, в предыдущем мире был какой-то баг. Я сюда телепорт... Вот, 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 видите? Ох, а как это красиво. Я не успел его убить и сразу же появился портал в новые мира, в новый данж. И где он был, он где-то... да, вот он. А тут действительно, в предыдущем мире был какой-то баг. Вы сами видели, ребята, то, что я туда пришел, а эндер дракон, потому что, почему-то даже не спавнился. А сейчас я сюда пришел, как только я зашел в мир, в новом мире, он заспавнился. Вот, смотрите, как это прикольно выглядит. А это данж, ребята, ну, как зайти в этот данж? Ребята, в него нужно зайти с помощью эндер перла. То есть, вот сюда, смотри, вот так мы обычно кидаем, да, мы передвигаемся. Также его нужно закинуть в этот мир. Просто кидаем, и мы сразу же телепортируемся. Нужно, наверное, подождать. Вот, вот, как это реально очень красиво выглядит новый мир. Вы видите, вот эти, вот эти блоки мы рассматривали, да? Я немного нажал на паузу, я немного поискал. Действительно, тут этот мир очень и очень и очень большой. Не такой, как мир с эндер драконом, да? То есть, обычный какой-нибудь большой островочек, мы его убиваем, и все, больше там ничего нету. Это действительно огромный мир, прям как ад. Я не знаю, наверное, такой же. И вот, как видите, я нашел какой-то данж с этого камня. Видите, тут даже еще какой-то новый камень. Ага, эндер... Ага! Эндерстоун Брикс! Я это не видел. И вот эти монстры, которых мы рассматривали на самом начале. И вот это данж. Давайте мы посмотрим все же, что же тут есть. Я первый раз тут, ребята. Честное слово, я тут первый раз. Я даже вне съемки, я сюда не лазал. Я... Ох, нифига. Смотрите, тут паркур. В этом данже есть паркур. И вот тут паркур, смотрите. Ага, так это для паркура сделано. Вот смотрите, наверное, наверное, как-то вот так нам нужно будет. Потом как-то вот так забираться. Короче, сделали этот данж для паркуристов. А вот это монстр. А вот это монстр. Мне интересно, что же тут есть. Как вы думаете? Кнокбэк 2! Кнокбэк 2! Зачаренные! Офигеть! Офигеть! Это все в новых данжах. Ребята, это все в новых данжах. Вы видите, ну, понятно, что это как бы финальный этап выживания, да? То есть, эндер-дракон всегда стоит на самом последнем месте, куда вам нужно будет прийти. Но все же это действительно очень прикольно выглядит. Так, я не знаю, будем ли мы сейчас еще искать какие-то данжи. Может, поищем. Но мне кажется, это действительно будет очень долго. А я не хочу растягивать надолго эту серию. Поэтому мы, наверное, ребятушечки, на этом будем заканчивать. Я говорю вам спасибо за просмотр. Я очень рад те, кто посмотрел это видео до конца. Я действительно рад, если вы также поставите лайк. Давайте хотя бы наберем 500 лайков за такой небольшой обзор новой версии Майнкрафта. Потому что я, если честно, уже так в предвкушении нового какого-то мини-шедевра. Потому что это действительно мне очень сильно нравится. Ребята, еще раз скажу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Я буду очень сильно этому рад. Также я общаюсь со своими подписчиками. Все, что вам нужно, это просто-напросто ставить свой комментарий. С каким-то вопросом, советом, пожеланием. Я постараюсь прочитать твой комментарий. Открыть на него. И также с тобой пообщаться. И буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписаться. Убедитесь, что вы подписаны. Колесико мышки вниз. И посмотрите, действительно ли вы подписаны. Я буду очень рад, если да. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok